Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Как всегда в этой студии мы говорим о событиях в мире футбола, о главных событиях, которые нас заинтересовали. Ну, конечно, в этой студии мы говорим о футболе, когда здесь появляюсь я, естественно. Сегодня у нас, наверное, две такие темы, два вопроса, которые хотелось бы обсудить, два события вернее. Это, конечно, выступление в сборной России в отборочном матче к чемпионату мира в Бразилии, который на выезде наша сборная, к сожалению, проиграла Северной Ирландии. Но мы перед матчем, перед самым матчем говорили о том, что может помешать российским футболистам выиграть у команды Северной Ирландии, которая не выигрывала на своем поле очень давно. Последний раз это были Фарерские острова. Тот еще соперник, конечно, в ничью. Там играли в Северной Ирландии, Азербайджан, Лихтенштейн и так далее. Но вот сборная России, которая входит, во всяком случае, номинально в элиту мирового футбола, к сожалению, не смогла вести даже ничью. Это сильно, не то что сильно, но это осложняет, в общем, конечно, турнирную таблицу. Если говорить с точки зрения всей логики развития турнирных баталий, главной цели попадания на чемпионат мира, безусловно, там ничего не потеряно. По очкам потерянным по-прежнему сборная России остается на первом месте. Есть матч в запасе и мы можем в случае победы обойти сборную Португалии. Но сама игра, конечно, ее содержание и то, как и какой команде уступила сборная России, главное, как это она сделала. Конечно, в общем, те опасения, которые были накануне этого матча, не развели, а, наоборот, усилили. И об этом говорят все абсолютно. И те, кто был уверен, что сборная России выиграет у Ирландии, и те, кто сомневался в этом. Но, в общем, теперь сомнения в том, что и дальше турнирные перспективы у сборной России будут безоблачными и радужными, теперь уже мало кто верит. Хотя, вот причины, в причинах того, что произошло в Северной Ирландии, все-таки разнятся. Одни говорят о том, что это были просчеты Фабио Капелло, причем просчеты в формировании, в составе и так далее. Я-то, честно говоря, отношусь к тем, кто уверен, что дело не Фабио Капелло, как стратеги. В общем, наверное, то, что Фабио Капелло каких-то футболистов вывел на поле, и как там развивались события, ну, можно было поставить тех или иных футболистов, думаю, что общий настрой от этого не сильно изменился бы, на мой взгляд. Все-таки я продолжаю говорить о том, что говорил перед этим матчем. Главная проблема сейчас, конечно, в психологическом состоянии наших футболистов, сборников. Очень раздра и невероятные. Это из-за того, что произошло в Анжи, это из-за того, что, да, там многие футболисты, которые играют в сборной, делают, думают сейчас немного о другом, либо о продолжении карьеры, либо о завершении карьеры, либо о том, как у них будет развиваться. В общем, настроение вот так вот выходить, все забывать, оставляя свои проблемы за пределами поля и делать свою работу на поле, как положено, чего-то этого как раз и не получилось. Если уж говорить о просчете Фабио Капелло, то, конечно, мы смеяли надеяться и надеялись на то, что такой тренер, как Фабио Капелло, такой опытный тренер сможет привести в чувство футболистов и заставить их все-таки сыграть в свою игру. Но вот не получилось. Не получилось, видимо, и у самого Фабио Капелло настроение не самое лучшее. Я уже говорил также в предыдущей программе о том, что разные слухи ходят, и каждый раз, каждый месяц там практически возникают вопросы о том, что вообще останется Фабио Капелло, уйдет он из сборной. В общем, какая-то все время возня вокруг этого идет. Ну, если говорить о том, что ждет дальше сборную России, то, в общем, ждет игра с Лихтенштейном, ждет игра с Израилем, ждет игра с Азербайджаном. Кстати, с Азербайджаном игра будет последней. Может быть, к этому моменту уже будет все решено, а может быть и нет. И то, как сборная так не очень уверенно все-таки играла за сборную Азербайджана, я бы не стал говорить о том, что вот прямо все тогда, если к этому моменту надо будет просто выиграть у Азербайджана, то все будет решено, и сборная России легко с этим справится. Нет, легких игр не будет, а если будут, то только благодаря тому, что футболисты возьмут себя в руки и начнут, наконец, играть так, как они умеют. Все-таки по игрокам, по составу, по тренерскому составу сборная России, безусловно, фаворит сейчас в своей группе, ну, исходя из того, в какой она сейчас в турнировом положении находится. Вот думаю, что, наверное, это все, что можно сказать о сборной, о ее игре. Ну, там разбираться футбольные чистые вещи мы не будем. Во-первых, уже и времени много прошло, да и, честно говоря, разбираться там особо и нечего. Ирландцы сыграли, как они умеют, и абсолютно не изменили себе. Ну, а о игре сборной России лучше всего говорит тот факт, что они ни разу не ударили по воротам. Ну, вот, собственно, и все. Поэтому отсюда и поражение со счетом 1-0. Если бы ни разу не ударили ирландцы, была бы ничья 0-0. Вот максимум, на что мы могли рассчитывать. В следующей части нашей программы мы перенесемся сюда, в Россию, уже из Северной Ирландии, и поговорим о играх премьер Лиги Российской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова